Царю Небесную, тешителю души истинной, живи в детстве и все исполняй. Сокровища благих и жизни подателю прийди, вселися вны и очистили в церкви скверно. Спасибо, Блаже, Души, Наши! Сегодня вечеринка в Славянском центре, в центре Всемирного Славянства. Нам предоставляется возможность услышать славянское, русское, православное вокальное искусство христианки со славянским именем Светлана, которое за короткое время своим искренним и самобытным творчеством завоевало сердца и москвичей, и петербуржцев, и жителей многих городов, куда сейчас ее приглашают. И сегодня мы имеем возможность послушать редкий вокальный жанр, притчи, положенную на музыку. И сколько раз я не слышал эти малые по жанру, кажется, совсем простые, незатейливые произведения, всякий раз ощущал, не один я, какой глубокий и чистый, назидательный смысл в них заложен. Они не нуждаются в разъяснении, в комментарии. Думаю, что они все скажут сами за себя, а мы с вами, конечно же, будем осчастливлены сегодняшним вечером и наполнимся тем добром, любовью и назиданием, который несет с собой искусство, как говорят опытные конференции, Светланы Копыловой. Благодарю, батюшка, за теплые слова. Я хотела бы представить вам моего помощника, Александра Ольцмана, с которым мы записали второй диск. Это замечательный музыкант, филерный 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 филерный. Я еще не стала лучше, я еще не стала чище. Хоть надежды тонкий лучик тронул сердце пепелище, И хоть мой побег зеленый развернул свои листочки, Зацветет ли пышно крона и какие даст кладочки. И хоть мой побег зеленый развернул свои листочки, Зацветет ли пышно крона и какие даст кладочки. Я еще совсем слепая, хоть и вижу свет порою, Белину сочей смываю покаянною слезою. Хочется понять мне, что же в множестве своих творений Обо мне замыслил Божий, в чем мое предназначение. Хочется понять мне, что же в множестве своих творений Обо мне замыслил Божий, в чем мое предназначение. Я еще не стала лучше, но к тому же есть опыт, И мой ангел выбьющий за меня замолвит слово. Верю, что коснется радость сердца моего больного. Видит Бог, как я стараюсь, лучше стать хотя бы немного. Верю, что коснется радость сердца моего больного. Видит Бог, как я стараюсь, лучше стать хотя бы немного. А следующая песня называется «Заплутавшая овца». Я словно заплутавшая овца, Что волей злой от пастыря отбилась И бродит где-то в сумрачных лесах. А ведь когда-то с рук его кормилась, А ведь когда-то с рук его кормилась. А ведь когда-то, помню, Древешко, Чесал он ей свалявшиеся в пряди, И колоколечек ласковой рукой Ей надевал глаза с любовью глядя, Ей надевал глаза с любовью глядя. Она, сказать, стеснялась, даже петь, Она дышать и то при нем боялась, Но терла все ж тайком пока себе, Чтоб шерстка поскорее опять свалялась, Чтоб шерстка поскорее опять свалялась. Играл он ей над удочкой своей, Чтоб рядышком была его овечья, И мне казалось так же, как и ей, Что это счастье будет длиться вечно, Что это счастье будет длиться вечно. Но наш строптивый нрав не от овцы, Коль мучаем мы пастыри нещадных, А нас, великодушные отцы, За наши беззакония прощаю, За наши беззакония прощаю. И только мы простить не можем им, Пустых обид в сердцах своих незрячих, Как часто, что имею, не храним, А потерявши горько-горько плачет, А потерявши горько-горько плачет. Я словно запутавшая овца, Что волей злой от пастыря отбилась. Следующая песня Владан Сомалин Вдыхая, лада, совали, Я не прошу иного, Царица неба и земли, Царица неба и земли, Покрой меня своим покровом, Покрой меня от тех людей, Чьё ранит злое злое, И от завистливых очей, И от завистливых очей, Покрой меня своим покровом, Покрой, владычица, меня От ревности и лестей, И от гиенского огня, И от гиенского огня, Покрой меня с родными вместе. Пусть будет в сердце лишь любовь, А тех, кому не скрою, Я тоже причинила боль, Я тоже причинила боль, Покрой, покрой своим покровом, Вдыхай, лады, сам моли, Я не прошу иного, Царица неба и земли, Царица неба и земли, Покрой меня своим покровом, Покрой меня своим покровом, Покрой всех нас своим покровом, Ещё одна новая песня называется «Анатроны». Зал Александровский в Кремле, И три нетронутые трона, Теперь на русской на земле, Нет императорской короны, И Русь святую с молотка, Давно продали иудеи, Но троны царские пока, Продать по счастью не успели, Один побольше для царя, Другой поменьше для царицы, И третий замыкает ряд, Туда в наследнику садится, И новой дорогой парчой Стоят обтянутые троны, Как будто власти ждут иной, Под монархической короной. Ну а пока они пусты, Никто страной не управляет, Народ на грани нищеты, Что будет дальше, Бог лишь знает, Но это только до поры, И троны вновь царя дождутся, И будут изгнаны воры Земли благословенной русской. Зам Александровский в Кремле, И три нетрогнутые тронют. Вообще-то я пою песни на свои стихи, Но совсем недавно питерский батюшка Протерей Геннадий Виловолов Просил меня написать песню на стихи Гумни Таисии. Я поначалу отказывалась, Говоря, что я не композитор и не музыкант, Но он сказал «Ничего-ничего, вы попробуйте». И вот когда я вернулась к своим друзьям, У которых я остановилась в Петере, Взяла гитару, раскрыла сборник им подаренный, Пролистала несколько стихотворений, И мои глаза наткнулись на одно очень маленькое стихотворение, Состоящее из трех четверостишей. И я не успела еще дочитать четверостиши до конца, Как у меня родилась мелодия. И мы с Сашей хотим представить вашему вниманию песню На стихи Гумни Таисии. Называется она «Счастлив». Сашей хотим представить вашему вниманию песню «Счастлив». Кто посмеялся миру? Его ласкательств не любил И не служил его у миру И жертв ему не приносил И жертв ему не приносил Счастлив, кто дел чужих не ведал Свои тела лишь проверял Душою твердо в Бога верил И от Него награды ждал И от Него награды ждал Счастлив, кто шел путем тернистым И молча слезы скорби лил Кто духом кротким сердцем чистым Терпел и за врагов молил Терпел и за врагов молил Счастлив, кто посмеялся миру Счастлив, кто дел чужих не ведал Счастлив, кто шел путем тернистым Счастлив А сейчас я хотела бы прочесть балладу Баллада посвящается Святой Блаженной Ксении Петербургской В восемнадцатом веке Среди вечных ветров Петербург Каменел над Невою Жил там певчий придворный Полковник Петров Со своей молодой женой Как любил он ее А лелеял ты как Жизнь казалась им сотом медовым Но коварная смерть Ухватив за рукав Увела его власно из дома И осталась вдова Двадцати шести лет Одинешенька в целой вселенной Мужа нет у нее И детей тоже нет В чем теперь ей искать утешение Все земное забыв Даже имя свое А в народе звалась она Ксении За спасение души Дорогой для нее Раздавать она стала именье Говорили, что Ксения лишилась ума Не оставив ни денег, ни крова И холодным дыханием грозила зима Обнажая безжалостно кроны Ксения в мужний костюм Облачилась и всем Заявила без тени смущения Андрей Федорович, мол, и не умер совсем Тоже наумерла его Ксения В самом деле Для мира она умерла Во мгновение став нищей Убогой И полвека почти подаянием жила Уповая во всем Лишь на Бога Горожане вначале смеялись над ней А мальчишки камнями бросались Но со временем кротость, присущая ей Разбудила в гонителях жалость Продавцы стали вдруг замечать, что едва Она пряник брала в них только Как в почтенной вниманием лавке товар Раскупался в мгновение ока А извозчики, если кому подфартит с нею на облачке Не прокатиться, знали точно Уж нынче им будет везти С пассажирами царской столицы Кто давал ей одежду Кто деньги, кто хлеб От души проявляя заботу Башмакам ее было, наверное, сто лет А костюм превратился в лохмотье Ей одних подаяний хватало вполне Но лохмотьев она не меняла А из денег брала лишь царя на коне Да и то, что брала, раздавала Благодатная сила была ей дана И народ к ней всегда устремлялся Коль погладит больного ребенка она Непременно малыш исцелялся А когда над Васильевским островом ночь Опускалась густую гуалью Ксения словно летела из города прочь Увлекаемая звездной далью Простирая ладони обветренных рук Возносила молитвы на небо Слезно Бога прося Чтоб спасен был супруг Ведь он верующим почти не был А еще по ночам Наложив кирпичей в полудраный мешок за плечами Поднималась блаженная с ношей своей По ступенькам строительным храмом За ночь целую гору могла натаскать Хоть на вид и была худощавой Интересно строителям было узнать Кто ж так трудится Богу во славу Незаметные подвиги скромно неся Так жила и душой возрастала И уже не понять было просто нельзя Что блаженная Ксения святая Предсказаний немало слыхал Петербург Но теперь был он словно разбужен Временные преграды раздвинулись вдруг И пространство увиделось глубже Ксения видела все что творилось с людьми Даже мысли казалось читала И порою пугалый красочный мир Где тепла и любви не хватало Открывалось ей видение будущих зол И убийство наследников царских Реки крови кругом Всюду кровь и позор Так кричала святая со страской А могла и напротив Спокойно вести разговоры знакомых за чаем То девица сказала где мужу найти То еродствовала обличая А однажды бездетной знакомой своей говорит Ну и что ты сидишь тут Там дитя твое плачет Беги поскорей Да смотри возвращайся с сынишкой Та все бросив Скорей поспешила туда Где ей место она указала И увидев толпу Поняла без труда Что блаженная духом все знала Там младенец родившийся только кричал Мать лежала уже бездыханно А извозчик, что сбил ее Тут же стоял От беды закрываясь руками И вернулась с младенчиком новая мать Вырос он ей на радость и старость Но таких предсказаний не сосчитать Это капелька, самая малость А когда за ее отболевшей душой Что спасалась земными скорбями С неба ангел в сияющей ризе сошел Петербург затопила слезами И воздвигли часовню над гробом ее Чтобы каждый мог здесь помолиться И к смоленскому кладбищу горе свое понесли И богач, и вдовица Панихиды служились одна за другой И теперь тот, кто молит усердно Получает поддержку и помощь святой Петербургской подвижницы Ксении Песня из первого альбома Называется «Бесплатные крылья» Я знаю, ты за мной придешь однажды И станет ничего уже не надо Мы полетим туда, где звезды Туда, где не бывает поздно Туда, где крылья раздают бесплатно Мы полетим туда, где звёзды Туда, где не бывает поздно Туда, где крылья раздают бесплатно Вот только бы мне знать придёшь, когда ты И жизнь пересмотреть, как фильм, нескладный И чтоб я всех простить успела, когда б с тобою полетела Туда, где крылья раздают бесплатно И чтоб я всех простить успела, когда б с тобою полетела Туда, где крылья раздают бесплатно Мне золото со всей земли не надо Оно ничто, когда тебя нет рядом Туда не попадешь на плату Там нет ни серебра, ни злата Там даже крылья раздают бесплатно Туда не попадешь на плату Там нет ни серебра, ни злата Там даже крылья раздают бесплатно Ты спросишь, как я здесь жила, как пела А я отвечу, что доклад сгорела Я знаю, ты придешь однажды И скажешь, полетим так надо Туда, где крылья раздают бесплатно Я знаю, ты придешь когда-то И скажешь, полетим так надо Туда, где крылья раздают бесплатно Песня посвящается маме Взрослые дети Это для мам несколько странно Старая мама Это, наверное, закономерно Стали белесы, мамины косы Но за очками с линзами толстыми Как и полвека назад Мамины те же глаза Мама старенькая Мама маленькая Стали руки в веснушках с годами Мама старенькая Мама маленькая Мама малыша Мама малыша Мама малыша Мама молодая Мама малыша Взрослые дети Заняты вечно Редкие встречи Старая мама Боль и тревогу Делит лишь с Богом В доле по морщинке Катит слезинка Ангела Ангела Эти слезинки Защита Важное дело У ней Бога Молить за детей Мама старенькая Мама маленькая Стали руки в веснушках с годами Мама старенькая Мама старенькая Мама маленькая Но душою она молодая Мама старенькая Мама маленькая Стали руки в веснушках с годами Мама старенькая, мама маленькая, но душою она молодая. Мама, мама, но душою она молодая. Говорят, что души убиенных в утрубе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми. Почему меня ты, мама, не родила, было мне тепло и сладко в утробе? Почему меня ты, мама, не приняла, почему же час мой рано так пробил? Почему меня ты, мама, не родила, для крещения святого не принял? Почему меня ты, мама, не назвала долгожданным своим маленьким сыном? Здесь, на небе, хорошо, и я уже большой, но всё равно я жду с тобою встречи. Тебя узнаю я, жаль видеть мне нельзя лицо твое, ведь я слепа навечно. Почему меня ты, мама, не родила, я бы утром просыпался счастливым? Почему меня ты, мама, не обняла, я хотел бы видеть, как ты красива? Здесь, на небе, хорошо, и я уже большой, но всё равно я жду с тобою встречи. Тебя узнаю я, жаль видеть мне нельзя лицо твое, ведь я слепой навечно. Тебя узнаю я, жаль видеть мне нельзя лицо твое, ведь я слепой навечно. Тебя узнаю я, жаль видеть мне нельзя лицо твое, ведь я слепой навечно. Тебя узнаю я, жаль видеть мне нельзя лицо твое, ведь я слепой навечно. Тебя узнаю я, жаль видеть мне нельзя лицо твое, ведь я слепой навечно. Тебя узнаю я, жаль видеть мне нельзя лицо твое, ведь я слепой навечно. Еще одна песня из прошлого альбома. Венчальная. 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 Словно и залегай, И сердце бешеный удар в крови. Давай с тобой научимся прощать, Чтобы душой не обнищать, И никогда не говорить прощай, малови. Давай с тобой научимся прощать, Чтобы душой не обнищать, И никогда не говорить прощай, любви. Меня на крыльях по ноге к тебе доставили. А теперь я хотела бы познакомить вас Совершенно новой балладой. Назвала я ее «Грузинская баллада». Считая годы, как почеткам, Заканчивался век седьмой. Грузинский царский род почетный Был славен молодой вдовой. Княгиня-бархатные очи И кроткий нрав, и белый лик Всех другие ее охочих Неудержимо к ней влекли. Но Тагине не разменяла Любовь к супругу своему И никому женой не стала, Оставшись верную ему. До смерти траурной одежды Она решила не снимать, И серебристый смех, как прежде, В округе перестал звучать. И, опуская очи долу, Закутываясь в длинный плат, Она всегда спешила к дому Тропинкой горной через сад. Там ждали материнской ласки И грустных песен по ночам Ее два отрока прекрасных Давид и младший Теричан. И нерастраченной любовью Она одаривала их, Похожих на отца до боли, Молитвы вознося за них. Она о том молила Бога, Чтоб не прельстил их этот мир, И чтоб они ценой любою Остались добрыми людьми. Евангелие им читала, И в Божий храм водила их, И незаметно прорастала Зерно любви Христовой в них. И глазу Божьему, Внимая, что в их сердцах Всегда звучал, Со сверстниками не играли Давид и младший Теричан, Влекла их тайная молитва, Служение бедным и больным. И быть бы матери счастливой, Когда такие с ней сыны. Но Феодосий, Брат вдовицы, Что был язычником подстать, Давно задумал у сестрицы Ее имение отнять. Сперва он хитростью и лаской Пытался убедить детей, Что вера во Христа напрасна, И жить без веры веселей. Но, вырываясь из объятий, Бежали к матери они. Зачем, зачем родной их дядя Нехорошо глядит на них? И от предчувствий холодея Сказала мать ему тогда, Все забери, что мы имеем, Оставь нам веру во Христа. И ночью дом родной покинув, С котомкой легкой на плечах, Ушла вдова, И с ней два сына, Давид и младший Теричан. Их путь лежал на юго-запад, Где странников никто не знал. И детям Тагене сказала, Господь нам испытания дал, Не бойтесь, коль мы христиане, Бог не оставит нас в беде. И милосердные крестьяне Их приютили в тот же день, В то время как другие дети, Кнедья такие же, как они, На скакунах учились ездить. Давид и Теричан одни, Пасли овец под солнцем жарким, За две лепешки и за кров, И только мать им было жалко, Что все худело от трудов. К ней с пастбищ отроки спешили, И хижина была как храм, И вместе радостно им было Молиться Богу по ночам. Но Феодосий, Чье имение вдруг увеличилось сто крат, Теперь боялся возвращения Своих племянников назад. Он думал, что они отнимут его имение, Станут мстить. И чтоб спокойно жить отныне, Решил племянников убить. Их искать послал повсюду Он слуг язычников своих. И вот на пастбищах безлюдных Те в пастухах узнали их. Тут Феодосий следом прибыл, Объятия очи раскрыл И добрым взглядом одарил их. Но в сердце алчном дьявол жил. Давид обрадовался дяде, К нему навстречу побежал. И в крепких дядиных объятиях Мгновенно бездыханен стал. Увидев меч в спине Давида, Насквозь прошедший через грудь, Решился скрыться брат из вида И схраниться где-нибудь. Он побежал быстрее лани Своей судьбе наперекор С одним единственным желанием, Чтоб матери уменьшить скорбь. Ведь если и его настигнут, Как пережить все это ей? Смерть одного, другого сына, Убийцу кровного детей. Но отрока настигли вскоре, Когда, споткнувшись, он упал. Рукой, не дрогнувшись к горлу, Тот час приставили кинжал. Он был, как агнец пред закланием, Моляя ему оставить жизнь. Но беспощадное создание На просьбу не отозвались. И прошептало, намирая, Я не уменьшил скорбь твою. Прости, прости, моя родная, Быть может, встретимся в раю. А пастухи, услышав крики, На помощь бросились скорей, Боясь зверей нападок диких На кротких пастушков детей. Тут слуги стали торопиться Звать Феодосия, Но он, как вкопанный, остановился. Он был мгновенно ослеплен. А мать бежала, задыхаясь. Она поверить не могла. Не то, быть может, услыхала, Не так, быть может, поняла. Казалось ей, что взором ясным Сейчас развеют злой обман Ее два отрока прекрасных, Давид и младший Торичан. Не видел брат ее ослепший С каким лицом родная мать Шла ярким днем Сквозь мрак кромешный Глаза сынишкам закрывать, Как над телами черной птицы Кружила бедная вдова. Ладонью гладила их лица, Шептала нежные слова. Не видел он. Но сердце болью Отозвалось внезапно в нем Прости убийцу Вдруг он молвил Я каюсь искренно во всем Знать надо было мне ослепнуть, Чтобы душой своей прозреть И чтобы в ней Господь затеплил Свет веры, а иначе смерть. И если Бог твой милосердный Теперь помилует меня, Христианином стану верным Прости меня, сестра моя. И Тагене, боясь поверить В произнесенные слова С любовью, что нельзя измерить, Прощение дать ему смогла. Прощение дать и примириться С тем, кто нанес такую боль И за убийцу помолиться, Чтоб зрячим брата сделал Бог. И кровью отрока Давида Глаза помазал ему. И Феодосий смог увидеть Лицо, исполненное мук. И слезы потекли ручьями, Смешавшись с кровью по щекам, И капли в бороде сияли, Как будто в них играл закат. Крестившись, он раздал именье И нищим до кончины жил. И с тайной верой во спасение Во всем покаявшись почил. А Тагине жила в затворе У храма Троицы Святой С надеждой, что увидит вскоре Своих детей в стране иной, Где в сонме мучеников дивных Любви Христовой нас уча Сияют славою святые Давид и младший Таричан. Сейчас маленький сюрприз. Дело в том, что сегодня из Белоруссии Приехала замечательная группа «Ковчег». И я хочу пригласить их сюда на сцену Перед тем, как мы откроем второй цикл Представление песен «Притч». Они исполнят песню «Русская земля» Написанную мной с Божьей помощью И еще одну песню, но уже не мою. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Низкий поклон с Белорусской земли. Мы очень счастливы, что нам Удивительная судьба Встретиться с замечательными людьми. Мы познакомились с Светланой На фестивале «Небо славян». Просто влюбились в нее И по притчам, и по этим словам. И вообще она перевернула наш город Витебск, мы из Витебска Своими притчами влюбила в себя людей. И сейчас, в принципе, даже как бы Мы ее зовем к себе и готовимся к тому, Чтобы испытать хоть счастье Видите у себя. Эту песню мы пели в дороге. Поэтому, простите, мы с бумажкой. ПЕСНЯ 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 Куда меня не занесла судьбина, И где бы на чужбине не был я, Все грезятся мне русские долины, Все чудится мне русская земля. Русская земля, да колос хлебный, И ручья живой прозрачный взгляд. А в лесу соседнем, выше неба, Сосны корабельные шумят. А там вдали стыдливые березы Босые ноги спрякали в росу. И, Господа, благодарю я слезно, Что на земле арбузской я живу. Русская земля, да колос хлебный, И ручья живой прозрачный взгляд. А в лесу соседнем, выше неба, Сосны корабельные шумят. А в лесу соседнем, выше неба, Сосны корабельные шумят. Смотрю я в дырь на небо голубое, И горится сама душа моя. Хоть небо и в чужих краях такое, Мне видится в нём русская земля. Русская земля, да колос хлебный, И ручья живой прозрачный взгляд. А в лесу соседнем, выше неба, Сосны корабельные шумят. А в лесу соседнем, выше неба, Сосны корабельные шумят. Незвязь сама небесная царица Избрала землю русскую вуде, И мне здесь посчастливилось родиться, И родины другой я б не хотел. Русская земля, да колос хлебный, И ручья живой прозрачный взгляд. А в лесу соседнем, выше неба, Сосны корабельные шумят. А в лесу соседнем, выше неба, Сосны корабельные шумят. И летом вот он, выше небыран. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сейчас приступаем ко второй части нашего вечера. И вы услышите притчи из нового альбома, который называется «Дар Богу». Путников Крест он свернул И спилил там у креста конец Чтобы крест не так плечо тянул И довольный путников догнал С легкой ношей весело идти Только об одном хитрец не знал Что ущелье было впереди И кресты над пропастью легли Прямо от начала до конца По крестам они перебрались Все за исключением хитреца Крест его теперь был слишком мал Выбрал жребий сам себе хитрец Свой же крест никто ему не дал Ведь спасти чужой не может крест В жизни крест у каждого есть свой Не спеши свернуть в манящий лес Знает Бог несешь ты для чего Этот тяжким кажущийся крест Знает Бог несешь ты для чего Этот тяжким кажущийся крест Вторая притча Довольно известная Называется она «Следы на песке» Жил на земле человек Знал он и радость и горе В Богом отмеренный век Доброе знал он и злое Верность, обман и любовь Горечь, разлук и страдания И нестерпимую боль В сердце от непонимания Все испытал он, но вот Жизненный путь завершился Нет больше дел и забот Где он куда торопился И без телесным себя Чувствовал так непривычно В прошлое глядя, скорбя Как бы живя в нем вторично Словно следы на песке Видел он жизнь и дорогу И различал вдалеке Свой след и рядышком Бога Только недоумевал Видя следов этих ленты Что Божий след исчезал В трудные жизни И потрясенный спросил Он свои беды считая Господи, был я бессил Как мог меня ты оставить? Как и на этот вопрос Бог отозвал все смиренно Я на руках тебя нес В трудные жизни Моменты Песня, которая успешно Перекочевала из одного альбома в другой Коллега Он не имел ни рук, ни ног Он сам ни есть, ни пить не мог Он человека был кусок Таким его уж создал Бог Но у него была душа Большая, как воздушный шар Он всей душой любил того Кто сотворил таким его Он все лежал или сидел Казалось, был он неудел Он только песни петь умел Да в небо синее смотрел Но иногда отца просил Чтоб в церковь тот его сносил И в церкви пел он про того Кто сотворил таким его На жизнь свою он не роптал Глядел в окно, салмы читал А кто коллегу обижал За тех молился и прощал Еще мечтал он рисовать Ведь мог он кисть во рту держать И рисовать он стал того Кто сотворил таким его Он не имел ни рук, ни ног Он сам ни есть, ни пить не мог Но приукрасил церковь он Взирал Господь с его икон Ну а когда его душа Летела как воздушный шар Прочь от земли под круг Ну а потом его душа летела как воздушный шар Мне радостно, что столько людей знает эту песню Если бы я не забыл, я бы этого не узнала К цирюльнику пришел Клиент один из многих Внезапно разговор Зашел у них О Боге цирюльник Говорил Коль был бы Бог на свете Народ не знал бы войн Не умирали б дети А если на земле Такое зло творится Как этому всему Позволил Бог случиться Цирюльник утверждал Клиенту брея щеку Что как тут ни крути А нет на свете Бога На улице клиент Увидел, как бездомный Заросший человек Щетину чешет сонно И, возвратившись он Цирюльнику ответил Теперь я знаю Нет Цирюльников на свете А были бы они Я не встречал бы больше На улицах людей Небритых и заросших И поведя плечом Цирюльник хмыкнул Что же Пускай они придут Я подстригу их тоже Вот так же и Господь Ждет всех людей планеты Но люди не идут К божественному свету Вот так же и Господь Ждет всех людей планеты Но люди не идут К божественному свету Лежали в больнице Лежали в больнице в палате одной Два тяжко больных человека Один у окошка лежал, а другой У двери, где не было света Один постоянно в окошко глядел Другой лишь на краску дверную И тот, что у двери узнать захотел Про жизнь за окошком другую С готовностью первый больной рассказал Что видно ему из окошка Там тихая речка, дощатый причал И ходит по берегу кошка По синему небу плывут облака Причудливые, как зверушки Сидят на причале там два рыбака И с внуком гуляет старушка И так каждый день то про сказочный лес Рассказывал то про влюбленных Другой же сосед перестал даже есть Считая себя обделенным Он мучился злобой и зависть росла Его постепенно съедая Не мог он понять, почему же была Тут несправедливость такая Однажды сосед у окна за не мог Что не было сил разогнуться Он стал задыхаться и даже не мог До кнопки своей дотянуться У двери сосед мог на кнопку нажать И вызвать сестру милосердие Но он не нажал, а остался лежать Глаза закрывая персердно Наутро сестра милосердия пришла Постель поменять за покойным Сосед попросил, и она помогла Занять эту самую койку Когда ж он в окно наконец посмотрел На шее задергалась вена Увидел он вместо того, что хотел Глухую высокую стену Он был потрясен и сестре рассказал Про тихую чистую речку Про сказочный лес, про дощатый причал И небо в кудрявых овечках Ах, если б он видел, сказала сестра Всю жизнь он слепым оставался Зачем же тогда Тут больной прошепта Да он Вас утешить Старался Следующая притча называется Подруги Встретились как-то раз случайно Средь тополиной пьюги Близкие в недалеком прошлом Бывшие две подруги Первую звали жизнь, вторая Смертью звалась с рождения Модница жизнь в красивом платье Смерть в строгом облачении Жизнь пригласила смерть на ужин Столик взяв в ресторане И словно не было разлуки Не было расставания Лучший коньяк, закуска, фрукты Щедрое угощение Очень уж ей вернуть хотелось Смерти расположение Смерть не была на жизни в обиде Просто другие взгляды И подружиться с ней, пожалуй, Снова была бы рада Кстати, коньяк хороший, правда Чокнулись все по чину Но обойти не удалось им Ссоры былой причины Вспомнили, как в ту ночь Подруги спорили, да редили Как златокудрого младенца Между собой делили Как невозможно было слушать Матери плач из окон Смерть почему его взяла ты Разве пожить не мог он И, призадумавшись немного Жизни она сказала Господом было мне открыто Что его ожидала Если б ребенок жив остался Стал бы тогда убийцей И очерствев душой Не смог бы к Господу обратиться Но даже так тут жизнь вздохнула Этого я не знала Ну а ты помнишь Ту старуху, что тебя призывала И как мы с ней тогда просили Эти прервать и мучения Но только ты призывам нашим Не придала значения Да, отвечала смерть устала Помню я ту старуху Это она своим проклятием Дочь обрекла на муку Надо успеть приехать было Дочери издалека Чтоб то сняла с нее проклятие Перед дорогой к Богу С ней жизнь головою покачала Этого я не знала Ну а вот тот сорокалетний Тоже ведь пожил мало Мало сказала смерть сурова Только наделал много И никогда б уже не стал он Каяться перед Богом Тут телефон запел у смерти Тихий мотив церковный Стало лицо ее бледнее Голос спокойным, ровным И извинившись перед жизнью Чмокнув ее неловко Проговорила Убегая срочно Командировка Следующая притча называется Близнецы Жили два близнеца В материнской утробе И другому один Как-то высказал мысль А ты знаешь Мне кажется Есть после родов Удивительная И прекрасная жизнь И другой Потянувшись под маленьким сводом Тут улыбки без зубы Своей не сдержал Это просто смешно Верить в жизнь после родов Брату верующему В ответ он сказал Как по-твоему Жизнь может выглядеть это Я не знаю Как точно Близнец отвечал Но мне кажется Там на земле Больше света Я однажды во сне Этот свет уедал Я конечно не знаю Как все это будет Но мы может Своими ногами пойдем Еще правда Это похоже на чудо Но возможно Что мы даже есть Будем ртом Ерунда А вот уж это Никак невозможно Наша жизнь Пуповина И так коротка А ногами ходить И представить То сложно Нет Не сможем ходить Мы ногами Никак И оттуда Никто еще Не возвращался Что за бред У тебя Братец мой На уме Все закончится Родами Не обольщайся Наша жизнь Это только Страдания Во тьме А мне кажется Брат Первый Не унимался Что когда-нибудь Сможем Увидеть Мы мать И мы Временно Здесь Чтобы мало По малу К жизни Той После родов Готовыми Стать Брат Неверующий Лишь Качал Головою Верить В мать Это просто За гранью Идей Я не вижу Ее Значит Нет Ее Вовсе Ну скажи Если умный Скажи Она где Как ответит Тебе Братец Даже Не знаю Но я Чувствую Сердцем Заботу Ее И ночами Когда Все вокруг Затихает Она Гладит Наш мир И тихонько Поет Все Наполнено Ею И радость Такая Словно В ней Пребываю И Ею Живу И Хоть Точно Про жизнь После родов Не знаю Но я Верю Что Будет Она На его Следующая притча Называется Два ангела Два путника Два ангела Пришли искать ночлег В богатом доме Странникам Лишь дали Черствый хлеб И вместо дома Теплого Их проводили вниз И ночевали Около Они Огромных Крыс В сыром Подвале Ангелы Увидели Дыру И старший В свете Факела Не покладая Рук Заделывал Замазывал Пока Не Рассвело И Кончив Дело Ангелы Покинули Село Два путника Два ангела Пришли Ночлег Искать И В бедном Доме Странников Бедняк Стал Угощать Хоть Трапеза Нерайская Дал все Чем Был Богат И На постели Хозяйскую Он Уложил Их Спать Наутро Чуть Забрежило Собрались Уходить Бедняк С женою Вежливо Их Вышли Проводить А Сами Еле Силятся Рыдания Превозмочь Корова Их Кормилица И Сдохла В эту Ночь И Младший Ангел Старшему Взволнованно Сказал Богатому И Жадному Ты Помощь Оказал Не Мог Ты Разве Вымолить Корову Бедника И С Болью Нестерпимою Заплакал Он В Рукав Не Все Так Просто Ангел Мой Послышалось В Ответ Там За Стеной Подвальною Был Клад Золотых Монет И Чтобы Тот Богач Не Знал Я Клад Замуровал Прости Что Я Тебе Тогда Об Этому Не Сказал А Этой Ночью Ясною Не Мог Сомкнуть Я Глаз За Женушкой Хозяйскою Скосою Смерть Пришла Ее Просил Сердечная Жену Оставить Жить А Больше Было Нечего Взамен Ей Предложить Не Все Так Просто Ангел Мой Господь Наш Справедлив Он Хочет Чтобы Сбранными Мы Все К Нему Пришли И Нужно Нам Надеяться На Промысел Его Взирая Со Смирением На Крест Нелегкий Свой И Нужно Нам Надеяться На Промысел Его Взирая Со Смирением На Крест Нелегкий Свой Следующая Притча Послушник И Монах По зеленой По долине Шли Послушник И Монах Оба С тайною Молитвой Оба С четками В руках Видят Как стоит У ручья Девица Красотою Может Ослепить Длинный Сарафан Намочить Боится Воду Не Решается Ступить Тут Боится 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 Молстока Не Боится Боится Послушнику Сказал Помыслы Твои Все Господь Читает Так что Обрати К себе Свой Взор Я ее Давно У ручья Оставила Ты Несешь Собою До Сих Пор Я ее Давно У ручья Оставила Ты Несешь Собою До Сих Пор Предпоследняя притча называется «Гвозди» Жил человек гневливый до предела Он молод был И вот отец его сказал, чтоб он Когда не сдержит гнева Вбивал бы в столб забора длинный гвоздь Сначала столб пронизывали гвозди По нескольку десятков каждый день Потом все меньше И однажды вовсе Он молотком забора не задел Отец его задание дал другое Когда он сможет снова гнев сдержать За каждую победу над собою По одному теперь их выдирать И вот настал тот день, когда в заборе Он не нашел гвоздя ни одного И сын сказал Доволенный сам собою Смотри, отец, я победил его Гнев побежден И для отца важнее, чем столб дырявым Ставший от гвоздей И мол, вел он Что сказанное в гневе Гвоздей железных может быть острей И как забор уже не будет новый Так в сердце шрамы Словно от гвоздей От грубого При зрителе новослова На сердце остаются О людей Александр Ольцман И в заключение Мы с Александром Исполним Песню-притчу Которая называется Робинзон Он лежал совсем один На песчаном берегу Уцелевший после корабля крушенья И в ночное небо он Устремлял движенье губ И других не в силах И сделать и был движенье А на утро обойдя Этот остров понял он Что людей при всем желанье Не отыщет И смирившись наконец Смастерил, как Робинзон Из обломков корабля Себе жилище И каждый день он Господа молил Что Бог ему послал Корабль спасения Но день за днем В томленье проходил И не было Казалось Избавления Но однажды целый день На охоте он провел И вернувшись к шалашу Вскричал от горя Все, что было у него Как один большой костер Полыхало до небес На фоне моря За что он гневно Господа спросил Неужто не испил Сполная чашель И зарыдав На землю Пал без сил Не зная Как теперь ему жить Дальше Он проснулся от того Что знакомый сердцу звук Заполнял собой прибрежное пространство Сердце замерло, когда Робинзон увидел вдруг Как корабль приближается Прекрасный Он побежал по краешку земли Еще не веря Что корабль реальный И крикнул он Как вы меня нашли Мы видели Большой костер сигнальный Как бывает нелегко Нам принять смиренно скорбь И увидеть промыслительную руку И готовы мы подчас Богу выразить укор Но в скорбях мы обретаем силу духа Пока горят сигнальные костры К нам ближе Бог И верится Спасенье Благодарю вас Надеюсь, вам не было скучно Благодарю вас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...